Бесчестные времена Путина рано или поздно закончатся. Когда-нибудь народ обернется назад в свою историю, и если они действительно захотят разобраться, то им придется вписать эти годы, мы не знаем сколько точно это будет, буквально черными буквами в свою историю. Никогда еще за существование России в целом, начиная с ее основания, никогда не было такого воровского режима, когда воровали в таких количествах, в таких количествах вывозили из страны деньги, богатства, недра, металлы, драгоценности, золото и так далее. Все путинские прихлебатели имеют квартиры за рубежом, счета их семьи живут там, дети многие плохо говорят по-русски, потому что с самого рождения находятся в Англии, США, Франции, во всех цивилизованных странах. Эти люди презирают свою страну, и все, чем они занимаются, это заработком денег. Каждый из них, оправдывая свое присмыкательство, свое нежелание противостоять этому режиму, лишь одним. Я спасаю театр, мне нужно кормить семью, необходимо держать университет на плаву, может быть, нам удастся выбить какие-то дотации. Все они лишь хотят пережить это время и надеются, что кто-то, но не они, будут бороться с воровским лживым правительством КГБшников. Выступая на общей сходке своих доверительных лиц, а их сейчас уже в списке Путина почти 500 человек, удивительно, что этот список приближается к списку подписантов аннексии Крыма. И там 500 человек, и здесь почти 500. Скорее всего, и там, и там мелькают одни и те же фамилии. Путин сказал, сейчас не 37-й год, можно говорить все, что хочешь и делать все, что хочешь. Конечно, он солгал, конечно, в стране есть репрессии, не такие, как были при Сталине, но они есть. И тем не менее, никто не заставляет этих людей быть доверительными лицами Путина. Никто не заставляет их прославлять Путина, хвалить его в своих публичных выступлениях, призывать голосовать за него. Но они это делают по своей ли воле, либо делают вид неважно, они это делают. Я уверен, что многие из них на самом деле верят в то, что говорят. На самом деле душевно поддерживают этого человека. Поддерживают и беззаконие, и вероломство, войны, которые он ведет, нищету, которую он разводит. Самое главное, что нельзя прощать этим людям то, что во времена Путина, когда страна корчилась от безысходности, захлебываясь слезами, когда в стране стало более 20 миллионов нищих, им всем жилось хорошо. Кто-то из них получил большую должность, кто-то засунул сына в Госдуму, кто-то хорошо заработал, кто-то спас свой театр. Как будто бы важнее спасти театр в умирающей стране. Никто из них не возвысил свой голос. Никто из вот этих даже не пытался. Они приспособились, они смирились, они даже сделали вид, что они совсем согласны. Давайте всмотримся в эти благородные лица. Запомним их. Все больше и больше людей будут запечатлевать их для истории, потому что путинский режим все равно не будет вечно. Но только потом, самое главное, для того, чтобы больше не повторилось ничего подобного, необходимо спросить с этих людей. Необходимо хотя бы отстранить их от занимаемых должностей. Хотя бы попытаться сделать люстрацию, несмотря на их предыдущие заслуги. Поймите, эти люди предали свой народ. Они поддерживают человека, прекрасно понимая, что он ведет страну пропасть. Эти люди предали свой народ. Поэтому давайте не забудем их и не простим им бесхребетную позицию тогда, когда они, будучи известными, могли протестовать, могли сопротивляться, могли консолидировать силы, могли стремиться к правде. Но они этого не сделали. Они предпочли просто выжить или терпеть, подождать, закрыть глаза, не рисковать, ничего не менять, ждать, надеяться, что все само собой рассосется. Когда простой народ сопротивляется, не имея никакой власти, все равно старается хоть как-то противостоять, хоть что-то изменить в своей стране, эти люди публично продолжают поддерживать вора и убийцу. Они не заслуживают уважения. Никакого. Ни малейший их вклад ни в спорт, ни в культуру, ни в музыку не способны будут покрыть этот позор, которым они себя запечатлели, на мой взгляд, навсегда, на всю свою оставшуюся жизнь.